Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import. Вы смотрите первое видео авторынок и сегодня в нашем обзоре. У этого конкретного экземпляра салон тканевый и светло-серый. Такие сочетания встречаются нечасто. Обычно Avensis на российском рынке продавались полностью черным интерьером. Это 1,8 литра, 129 лошадей, 1 ZZ-FE. Шаровый опор на болтовом соединении меняется без снятия самих рычагов. В общем и целом, на заднем сидении Avensis в 250-м кузове можно ездить и на дальние расстояния. Здесь будет комфортно. Наш сегодняшний обзор посвящен очень популярной марке Toyota. Модель Avensis в кузове T250. Этот автомобиль в свое время не пользовался такой бешеной популярностью, будучи новым, как Toyota Camry. Плюс-минус тех же времен, но тем не менее, разошелся по нашей стране приличным тиражом. Если вы смотрите для себя обязательно леворульную автоматную Toyota, Avensis, возможно, попадет в ваши списки вариантов. На этот автомобиль мы уже делали полноценный технический обзор про его болячки и слабые места. Ссылочка будет в подсказках на экране, поэтому сегодня более краткая версия о том, чем хорош Avensis с точки зрения потребителя. Т250 появился на конвейере в 2003 году. Машина выпускалась недолго, всего 5 лет. До 2008-го. В 2006 году машину обновили. Внешний рестайлинговый Avensis проще всего узнать по повторителям указателей поворота в боковых зеркалах, поскольку в остальном изменения в основном оказались косметическими и не слишком заметными ненаметанному глазу. На российский рынок эти автомобили поставлялись в двух вариантах кузовного исполнения. Седаны – это основная масса машин на вторичке и универсалы. Гораздо более редкий вариант. По двигателям только бензиновые агрегаты. Объем 1,8, 129 лошадиных сил, 2 литра на 147 лошадиных сил и 2,4 литра на 163 лошадиные силы. Первые два мотора комплектовались либо пятиступенчатой механикой, либо четыреступенчатым автоматом. Мотор 2,4 безальтернативно сочетался только с пятиступенчатой АКПП. Привод у российских Avensis передний. Сегодня у нас на подъемнике автомобиль 2008 года выпуска. Здесь 1,8, 129 лошадей и коробка автомат. Пробег автомобиля 174 тысячи километров. Toyota Avensis относится к среднеразмерным седанам. Длина кузова этого автомобиля 4,64 метра, ширина 1,76 метра, а высота 1,48 метра. Колесная база составляет 2,70 метра, а радиус разворота 5,4 метра. Автомобиль не тяжелая. Версия с мотором 1,8 на автомате имеет снаряженную массу в 1350 килограмм. А максимально разрешенная составляет тонну 820. Что касается толщины родного красочного покрытия, то для Toyota Avensis нормальные показания толщиномера лежат в диапазоне от 90-95 до 140-145 микрон. А вот в том, что касается стойкости кузова к коррозии, увы, Avensis это обычный автомобиль. С учетом времени, прошедшего с момента завершения выпуска модели, смотреть этот автомобиль на предмет ржавчины придется тщательно. Особенно это касается района задних арок и порогов. Вместе перехода порога в заднее крыло. Багажник Toyota Avensis по каталогу имеет объем в 520 литров. Открывается он не типично для старых Toyota не из салона, а при помощи электрозамка. Кнопочка присутствует в районе номерного знака. Если можно так выразиться, багажник впечатляет своей площадью по полу. Но он достаточно небольшой по высоте. Ширина проема здесь 97 сантиметров. Высота от фальшпола до полки 50 сантиметров. А ширина в узкой части 110. Длина по полу те же 110 сантиметров. Если вы сложите спинки заднего сидения, а такую возможность Avensis вам предоставляет, вы можете увести здесь нечто длиной до 1,90 метра, если груз широкий. А если груз узкий и его можно упереть в переднюю панель, 2 метра 79 сантиметров в вашем распоряжении. Что касается удобств по багажнику, в данном случае справа и слева у нас есть небольшие пластиковые ниши. Ну а под фальшполом, в свою очередь, прячется запасное колесо. Причем полноразмерное. И штатный инструмент в своеобразном пенопластовом корыце. Что касается интерьера Toyota Avensis, здесь все в абсолютно спокойных тонах. Кстати, у этого конкретного экземпляра салон тканевый и светло-серый. Такие сочетания встречаются нечасто. Обычно Avensis на российском рынке продавались полностью черным интерьером. Можно отметить пару моментов. Первое. Здесь нет ощущения избыточного пространства вокруг вас. Место есть, но его ровно впритык. По крайней мере, в моем случае при росте метр восемьдесят шесть. При этом запас регулировок сидения в целом можно было бы назвать достаточным, поскольку максимально отодвинувшись назад, левую ногу я все-таки в колени могу выпрямить. Правда, при этом она будет стоять на моторном щите всей ступней. У водительского сидения присутствует регулировка высоты. Правда, чтобы ей воспользоваться, лучше все-таки открыть дверь, поскольку пространства между подлокотником и краем сидения недостаточно, чтобы удобно просунуть сюда руку. Во всяком случае, не во всех его сидения положениях. Рулевая колонка здесь регулируется по наклону и по вылету. Правда, запасы этой самой регулировки очень и очень скромные. Можно было бы сделать побольше. Руль непривычно большой по нынешним меркам, но в те годы было так принято. Комбинация приборов представляет собой равноправный спидометр и тахометр. Здесь, кроме цифрового дисплея, бортового компьютера и окошечка одометра, больше нет никакой электронщины. Все приборы аналоговые, очень крупный шрифт, все читается. Единственный момент, ярко-оранжевая подсветка, конечно, на любителя. Что касается подлокотников на дверной карте, присутствует обманчиво мягкий с виду подлокотник с прострочкой под кожу. На самом деле, это довольно жесткое пристанище для вашей руки. Есть подлокотник и по центру. Что касается клавиш управления, салона Венсиса ими изобилуют, но его не назвать. Перегруженным блок управления стеклоподъемниками, блокировкой стекла центральным замком, здесь стандартный, под чуть-чуть нестандартным для Тойоты углом. Слева от рулевого колеса клавиша омывателя фар, блок управления боковыми зеркалами регулировки складывания, корректор фар и включение-выключение подогрева зоны покоя стеклочистителей. Полностью слепой в нормальном положении зоне притаилась клавиша выключения системы стабилизации, которой, по мнению инженеров Тойоты, пользоваться приходится не так уж часто. И в целом они правы. Подрулевые переключатели здесь типовые для Тойоты тех лет. Вы можете встретить их очень много где на массе моделей. Переключаются с пластиковыми щелчками, но при этом имеют четкие ходы. На рулевом колесе присутствует небольшое количество клавиш, и касаются они управления бортовым компьютером и магнитолой громкость, переключение каналов и режим работы. В данной комплектации круиз-контроля нет, но если бы он был, скорее всего, его реализовали бы через привычный для Тойоты универсальный джойстик. Клавиши аварийной сигнализации в доступе. Здесь же подогрев заднего стекла. Вполне типичная для тех лет магнитола. Громкость и настройка станции управляются при помощи поворотных рукояток. Автопоиск большой клавишей-качалкой. Ну и сами кнопки на магнитоле, кстати, очень крупные, промазать по ним будет тяжело, даже на ходу. Климат-контроль двузонный, полностью автоматический, с дисплеем. Регулировка оборотов вентилятора осуществляется при помощи поворотной рукоятки. Температура клавиши-качалки, причем также крупные. Есть режим авто, само собой, разумеется. А режимы обдува переключаются циклично. В одну, либо в другую сторону при помощи еще одной клавиши. Типа качалка. Селектор коробки передач здесь без кнопок блокировки. Прорезь типа змейка и есть секция для ручного режима. Плюс клавиша для принудительной разблокировки селектора при выключенном зажигании. Что очень удобно. Сейчас многие производители забывают подобную функцию реализовать. Управление подогревом сидений располагается за селектором. Здесь это не кнопки и не маленькие выдвижные рукоятки, вечно отваливающиеся, как на Land Cruiser 200 или Lexus RX 350. Здесь реализовано вполне удобное управление подогревом при помощи своеобразных колесиков, которые позволяют вам регулировать степень нагрева плавно. Ну и стояночный тормоз, само собой, самый обычный механический. Что касается подстаканников, бардачков и прочих мест для хранения, дела обстоят следующим образом. Здесь есть довольно сложные конструкции, центральный бокс. Он двухэтажный и вполне подходит для размещения мелочевки. Также на центральном тоннеле присутствует маленький бардачок, где есть перегородка. Можно использовать его как подстаканник, а можно использовать его для хранения разного рода мелочи. Сам подстаканник здесь выдвигается из передней панели. Довольно удобная, надо сказать, конструкция. Также присутствует маленький бардачок, куда удобно разместить либо небольшой планшет, либо мобильный телефон с картой навигации, если это вам потребуется. Зато основной перчаточный ящик у этого автомобиля очень крупный. Бумаги формата А4 сюда можно складывать, не перегибая вдвое, не заворачивая в рулон. Кстати, как и на старых мерседесах, внутренняя поверхность бардачка отделана материалом, напоминающим бархат. Что касается обзорности у этого автомобиля, небольшие по площади наружные зеркала, но есть зона с преломлением, поэтому перестраиваться в потоке получится безопасно и без лишних напрягов. Линия остекления здесь средняя по высоте, капот практически полностью невидимая. Вот передняя панель визуально воспринимается как нечто массивное и высокое. Соответственно, лобовое стекло здесь достаточно узкое. Особенно усиливается это впечатление, если воспользоваться противосолнечным козырьком. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду. Что касается места на заднем диване, первая ремарка, передние сидения Авенсиса достаточно плоские. А вот задний диван почему-то наоборот, отформован под двух седоков. На подушке центральная часть довольно сильно выступает вверх. И нельзя сказать, что сидение здесь чересчур мягкое. Запас пространства над головой присутствует. Запас от коленей до спинки сидения, в общем-то, тоже при нормальном положении ног. Есть место, куда девать ступни под передним креслом. А если вы все-таки человек рослый и упираетесь коленями в сидение, то спинка здесь мягкая. Поэтому дискомфортным этот контакт не будет. К услугам задних пассажиров также подлокотник, который открывается здесь, в центральной части сидения. И два подстаканника в нем, причем с фиксаторами. Есть небольшие кармашки внизу дверных карт для задних пассажиров. И отдельная пепельница, плюс 12-вольтовая розетка. В общем и целом, на заднем сидении Avensis в 250-м кузове можно ездить и на дальние расстояния. Здесь будет комфортно. Что касается подкапотного пространства этого автомобиля, не будем подробно останавливаться на всех моторах, которые здесь стояли. Это есть в отдельном техническом обзоре. Ссылка на экране в подсказке. Скажем про конкретный экземпляр. И то вкратце. Это 1,8 литра, 129 лошадей. Один ZZ-FE. Это единственный мотор на Avensis, который не имеет системы непосредственного впрыска топлива. Впрыск здесь самый обычно распределенный. Это алюминиевая рядная четверка с чугунными гильзами, цепным приводом газораспределительного механизма. Гидрокомпенсаторов здесь нет. Распредвалов два, распредвалы сверху. В целом этого базового двигателя хватает Avensis даже с автоматической коробкой передач. 0,100 за 11 с небольшим секунд. Максимальная скорость 195 км в час. Скажем так, с максимальным мотором 2,4 Avensis проделывает этот же спринт за 9 с небольшим. То есть разница есть, но она не колоссальная. Самой основной проблемой для 1ZZ-FE служит его поршневая. Здесь стоят облегченные поршни с короткими юбками и тонкие маслосъемные кольца. Особенно характерна эта проблема была до модернизации, до 2005 года. Когда повальное большинство таких моторов начинали очень хорошо потреблять масло. Причем на пробегах еще далеко до 100 тысяч километров. После 2005 года проблему вроде как и сжили. Но с поправкой на средний пробег и возраст подобного автомобиля осматривайте машину на предмет дыма из выхлопной трубы. И делать это нужно обязательно. Масло при замене сюда льется 4,2 литра. Вязкость 5В30. И интервал этой самой замены лучше не растягивать даже до 10 тысяч. Чем чаще вы меняете масло, чем чище у вас двигатель, тем будет лучше. Ну а теперь перейдем к замерам дорожного просвета по каталогу. Этот показатель для Avensis AT250 составляет 155 миллиметров. Вооружаемся рулеткой, проверяем так ли это. Самая низкая точка в данном случае под защитой моторного отсека. До нее 15 сантиметров ровно. Край бампера также в 15 сантиметрах от асфальта. А вот брызговичок весьма уже травмированный висит ниже всего 12 сантиметров. Как и на Toyota Camry в 40-м кузове, у Avensis пластиковые накладки на пороге оказываются ниже, чем сами пороги 18 сантиметров. Задняя часть автомобиля повыше 21. Ну и до заднего бампера в данном случае 25 сантиметров. В целом при маневрировании на парковках и подъезде по рибрикам в городе следует иметь в виду, что у Avensis довольно низкий передний бампер, причем с длинным свесом. Так что будьте аккуратны. Что касается конструкции ходовой части Avensis T250, то спереди здесь у нас стойки типа Макферсон. Все просто. Шаровые опоры на болтовом соединении меняются без снятия самих рычагов. Стабилизатор поперечной устойчивости закреплен на подрамнике. Визуально он в доступе, но по факту с инструментом подлезть туда не так просто. Это касается замены втулок. Рулевая рейка здесь электрическая, никаких вопросов по протечкам магистралей и шлангов не будет. В целом электроусилитель на Avensis не вызывает нареканий. Что касается антикоррозийной обработки, этот автомобиль для российского рынка, но антикоррозавода здесь не сказать, чтобы много. По сути дела речь идет только про шовный герметик. И даже на порогах мы видим все тот же шовный герметик в большей части. Поэтому неудивительно, что если металл порога у нас деформируется в процессе эксплуатации, либо при помощи подкатных домкратов, то и гнить потом это все потихоньку начинает. Хотя в данном случае автомобиль 2008 года и ржавчина на нем присутствует очень и очень локально. В задней части автомобиля располагается топливный бак. Сам бак здесь пластиковый, объем 60 литров. А вот задняя подвеска Aventis это не обычная балка на Короле. В данном случае все-таки схема на рычагах. Причем есть здесь не только сайлентблоки, но и в том числе шаровые опоры в задней подвеске. Состояние всего этого хозяйства, конечно, лучше при покупке заранее выяснить. Задние тормоза, здесь дисковые опружина и амортизатор также выполнены в виде стоек. Субтитры сделал DimaTorzok Публикации видео машина все еще будет в продаже в компании RDM Import в городе Новосибирске. Дополнительную информацию уточняйте по телефону в описании к видео. А сейчас спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока.